Сигареты подорожают и перейдут на нелегальный рынок. Такое будущее предрекли производители табака после предложения российского Минздрава. Чиновники хотят сделать единую обезличенную пачку сигарет на территории Евразийского экономического союза. То есть она должна быть одного цвета, без названия и обозначения производителя. В ЕС, кроме России, входят Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия. Минздраве считают, что таким образом можно бороться с вредным курением. Подкомиссия по техническому регулированию российского Кабмина уже одобрила инициативу. Написал коммерсант, теперь документы дадут в Миннеке, оттуда в Евразийскую экономическую комиссию. Гендиректор Филипп Моррис Сейлс и Маркетсенко Сергей Слипченко говорит, что нынешний табачный регламент действует всего несколько лет, и в нем уже есть требования к упаковке. У нас, прежде всего, в стране действует технический регламент на сигареты, которые в произведенном Евразийской комиссии и распространяются на все пять стран, входящие в евразийские странства. Там четко определены требования к упаковке. Есть наличие соответствующих графических изображений, которые предупреждают о вредности продукта. Приложение Минздрава о введении обезличной упаковки – очень спорная мера. Обезличная упаковка упрощает подделку, упрощает возможности производителя некачественного и контрафактного товара выпускает на рынок в оборот контрафакт и контрабанду. И в тех странах, где это было введено, статистика показывает, что был всплеск контрафактной продукции. Так что понятно, что наше отношение к этой мере отрицательное, потому что мы не считаем, что это является дополнительным стимулом для того, чтобы курильщики бросали курить. Если в принципе это уже станет такой обязательной мерой, какие затраты потребуются и кто в итоге за это заплатит? Переход на любые новые требования, связанные с упаковкой, с ингредиентами, с сигаретами и так далее – это, естественно, всегда затратная история. Для отрасли это означает вложение переоборудования производственных линий. По разным оценкам переход на обезличную упаковку может стоить отрасли до 10 миллиардов рублей. Сергей Слипченко из Филипп Мурис. Идею обезличенной упаковки российский Минздрав продвигает уже несколько лет. Уже происходит с другой инициативой, которая также затронет все пять стран ЕС. Речь о самозатухающей бумаге в сигаретах. Если их долго не используют, то они сами гаснут. Но это тоже потребует существенные затраты, отмечает директор по корпоративным и юридическим вопросам империал табака в России и Центральной Азии Илона Миртова. Во-первых, на сегодняшний день такая бумага в России не производится. И пока такое производство внутри не появится, это означает для российских табачных производителей необходимость импорта. Что, кстати, противоречит государственной концепции импортозамещения. Второй момент – отсутствие внятных статистических данных об эффективности этой меры во всем мире, не только в России. Поэтому ощущение, что единственный бенефициар такой инициативы – это производители самозатухающей бумаги. И это тоже, кстати, дорожит пачку. И даже если мы представим, что все хорошо, то существующие импортные производители самозатухающей бумаги одномоментно не смогут обеспечить не только нужды российского рынка, но тем более рынка ЕС. То есть на самом деле это опять коллапс в производстве сигарет и опять поддержка нелегального производителя, который, естественно, никакую самозатухающую бумагу в своих сигаретах использовать не будет. И это тоже, я так понимаю, да, отразится на стоимости, получается, сигарет, если у нас тут ее? Да, эта бумага, безусловно, дороже. Более того, нам придется ее еще привезти, то есть это не местное производство, это дополнительные существенные расходы. Понятно, что в стоимости одной сигареты это, может быть, будет не так существенно, но все вместе, все эти инициативы, да, наверное, они направлены на то, чтобы пачка сигарет стала стоить гораздо дороже, чем сегодня. Илона Миртова из «Империал табака». Производители табака подсчитали, что каждому из них на переустановку одних только упаковочных линий придется потратить несколько десятков миллионов долларов. Насколько после этого изменится стоимость сигарет, они сказать пока не могут. В первой мере обезвеченную упаковку сигарет вела Австралия 8 лет назад. Сейчас такой порядок действует еще во Франции и Ирландии. По данным исследований, эта мера никак не повлияла на уровень потребления табака. Число курильщиков не сократилось. При этом исследовательская компания «Деллойт» отметила в Австралии небольшой рост контрафактной продукции после введения единой упаковки. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...